Когда человек собирается прийти в новый дом, новый квартир, он хочет там ставить мезузы, станется вопрос сразу, говорит шахиану, после того, что человек говорил в богословении, после того, что не надо говорить шахиану. Он цитирует крыша, которая говорит следующее, что шахиану говорят только на заповеди, которые связаны с определенным временем. Значит, хануккальные свечи, люлавы и так далее, и так далее. Поскольку это связано с определенным временем, мы говорим на эти заповеди шахиану. Но на заповеди, которые можно сделать в любой момент, и человек это сделает первый раз, или просто год или два, человек не должен говорить шахиану. Но при этом, кто бувал на открытии новой синагоги, или общинные центры, и так далее, или новые дома, знает, что говорят тоже шахиану. И ответ очень простой. Что шахиану не говорят на мезузе, но шахиану говорят, что человек купил новый дом, и вошел в новые квартиры. Но на мезузе не надо говорить шахиану. Второй вопрос, который тоже очень часто бывает. Человек приглашает к себе свои друзья, раввины. У него есть, например, пять комнат. Каждую комнату надо ставить мезузе. И он хочет, чтобы каждый человек отдельно ставить мезузе. Должен каждый человек отдельно говорить богословение. Или должны говорить одно богословение для всех мезузе. Есть такой комментарий, который говорит, что, таким образом, что если один человек, или несколько, они сразу ставят мезузе без всех, они не делают какое-то, тогда одно богословение хватит для всех мезузов. Но если между тем, что ставили мезузы в одну дверь, и потом пошли чуть-чуть говорить, гулять, говорили, или человек не имел в виду богословение на всех мезузах, только имел в виду на одна мезуза, тогда можно надо говорить богословение на другой дверь, на другой мезузе. Неважно, если это тот же самый человек или другой человек. На самом деле, у нас такой момент бывает много раз в арахе. Когда вы знаете, когда мы сделаем хупа, в хупе есть две моменты. Первый момент это кидушин, когда жених дает кольцо, и говорят богословение до этого агефен и ашасалану. И потом есть съем богословение еще в арахе. И там еще раз говорят агефен. И спрашивают, почему два раза агефен? Поскольку это семь богословения, если не будут говорить еще раз агефен, это будет шесть богословений. Поэтому пишет тосот, что надо сделать хефсек, надо сделать перерывы между кидушин и суин, что опять говорит агефен. Поэтому мы читаем ктубе между кидушин и суин. На самом деле, вместо ктубе могли читать Пушкин или Шекспирт, или что-то другое. Это не обязательно ктуба надо прочитать. И.Б. Продолжение следует...